Чудеса 28 июля, друзья мои, Святая Православная Церковь наша совершает празднование Святого Равнопостального Великого Князя Владимира. Этот день еще знаменуется тем, что именно в этот день мы празднуем Крещение Руси. Значение этого праздника трудно передать, но мы сегодня попробуем. Действительно, 28 июня празднуется память Святого Равнопостного Князя Владимира и в этот день отмечается и Крещение Руси, потому что это и Святый Равнопостный Князь Владимир и Крещение Руси – это два события, которые и Святая Церковь отмечает в один день. Оно свое начало еще берет от правления Князя Владимира. Он возошел на престол в 970 году и в 988 году было Крещение Руси. Накануне сам князь Владимир принимает Крещение с именем Василий, а потом он дает указание, чтобы и бояры, и все люди принимали Крещение. И для чего это все было? Наше государство принимает именно христианский образ, потому что до этого времени было язычество. И князь Владимир, он сыграл большую роль для христианского мира, для нашей церкви православной. И Святая Церковь, потому что его величает. Мы ее еще называем, что в народе его называли как Красное Солнышко. И Владимир Великий, он был великим, потому что он до этого был тоже ревностным язычником, до своего принятия Крещения. Но что послужило? Наверное, послужило его еще воспитание его бабушки. Потому что мы знаем, что ее бабушка, княгиня Ольга, она тоже приняла Крещение с именем Елена. И внук, когда он зашел на престол, он еще как-то не обращал внимания на эту духовную жизнь. Он был язычником, он поклонялся Богу Перуну, и он воевал множество дел, всякого такого, что не к лицу христианина. Но милость Божия коснулась его сердца, и именно что послужило? Послужило то, что он захотел, он имел множество в это время жен и наложниц было в разных городах. Но когда он начал смотреть на свою жизнь, как он живет, и на этот все окружающий мир, он начал интересоваться разными религиями. И он, как сказано, приходил к князю Владимиру, разные послы, и рассказывали о своей религии. Это приходили и мусульманы, приходили и иудеи, католики, приходили и также и греки, которые именно от один философ, грех, который пришел, он начал рассказывать о своей религии, и о Византии, и о христианстве. И оно побудило Владимира, и он начал интересоваться этим, что это за религия. И когда этот именно человек, грек, он показывает картину, икону страшного суда. И он рассказывает о том, что будет страшный суд, что именно изображаются там и праведные люди, и гречные, которые будут идти в погибель. И это все как-то стревожило внутреннее состояние Владимира. После этого Владимир, будучи мудрым правителем, он долго размышляет над этим, какую выбрать религию, чтобы она была не только ему угодна, но для всего государства его. И он именно думал не только за себя, а за всех людей, за государство, где он правил. И он хотел людям найти что-то то, единое на потребу, как говорится. И князь Владимир, он посылает послов в разные куточки мира, чтобы они сами, эти мужи, которые были в репутации, в князе и для всего общества, они ехали в разные куточки мира и смотрели на каждую религию. И когда они потом возвратились, они начали говорить князю, рассказывать о религии. И только те послы, которые были в Византии, Греции, Софии и Константинопольской, они говорили, что князь, мы не знаем, что во время богослужения, когда мы зашли в храм, то мы не знаем, где мы находились, что мы находимся на земле, на небе. То есть это такое, так внутренне, все это зарадовало этих людей, что и князь заинтересовался. После этого он тоже хотел, и шла там война, и он помогал именно в Византии, и чтобы помочь силой своей империи, то он потребовал, что нужно князь императора Василия и Константина, чтобы они отдали замуж за него свою сестру Анну. Но они обратились внимание и говорят, что именно что не сможет она выйти за тебя замуж, потому что она христианка и атыязычник. И это тоже было поводом таком, что князь, он соглашается на крещение, он принимает крещение, и он потом уже женится с Анной. И это дало возможность в того времени для княжеского государства Владимира быть уже наравне с европейскими всеми этими странами. С ним уже считались на уровне, и его вызывали как именно правителя Киевской, можно сказать, империи и Руси. Князь Владимир, он сыграл эту роль, что он после этого, мы знаем, что когда он крестился, он крестил своих 12 детей, и он уже отказывается от многоженства, он всех отпускает, и от их наложенности только вот уже живет со своей женой Анной. Это все послужило для того, чтобы, это есть пример для нашей православной церкви, что князь Владимир, это есть наш святой, нашей святой земли Руси. И именно через него, через его мудрые решения, что он принимал не только для себя, но и для своего государства, своего крещения, оно дало нам возможность, что мы сейчас живем в христианском мире, в православном мире. И этот праздник мы отмечаем очень торжественно, потому что именно он есть наш просветитель. Мы знаем, как святые апостолы Петро и Павло, они есть именно ревностные почитатели Рима. Святой Фома, он есть очень почитаемый в Индии, а святой и равноопосланный князь Владимир, он очень почитается у нас здесь, на Руси, в Украине. Именно этот праздник мы торжественно отмечаем, мы вспоминаем о том, что благодаря этому событию, что он сам, как власть имущий, он принимал крещение, он дальше старался, он переживал за свой народ, и Господь дал ему возможность, чтобы он возродился. Был еще один такой интересный момент, что когда князь Владимир, когда он перед крещением, он ослеп, и он не смог видеть. А после того, как его крестили, вышедши из купели, он прозрел. И он тогда сказал такие слова, что я действительно уже уверовал в Бога, я прозрел уже не только как физическое, но и духовно. И он с этого времени начинает множество, мы знаем, что строить храмов, развивается христианство, то есть всякие эти языческие боги, они уничтожаются. Конечно, это время было такой борьбы, потому что множество народов, которые не принимали еще христианство, но он говорил такие слова, когда было крещение всей Руси, что кто почитает меня и смотрит, что я сам принял крещение, тот и будет принимать. То есть кто не упырялся, кто не хотел поступать как князь, а он претерпевал разные гонения, и тем самым, что именно христианство, оно встает на первую ступень уже мира. В того времени князь Владимир, он сыгравший такую роль, он очень почитаемый, Святой Церковью он прославленный в лику святых, потому что он, как апостол Павел, сначала был гонителем Христовым, но когда Господь обратился к нему и сказал, почему ты меня гонишь, Савла, то он потом, тоже сделавший оценку своего времени, он переоценил это все время и начал, тоже возродился и духовно, начал ревностным почитателем Христа и проповедника. Так и сам князь Владимир, в своей жизни он тоже сначала был язычником, но потом милостью Божией, наверное, и по молитвам святой бабушки, равноапостольной Ольги, милость Божия коснулась ее сердца, и он тоже принимает крещение, и тем самым и его все род, и его все государство, и вся Русь. И с этого времени мы уже все христианины. Я искренне поздравляю всех с праздником крещения Руси, и в святой памяти равнопосланного князя Владимира. Всех именинников с Днем Ангела!